Вы в интервью «Райс» утверждаете, что этой экстрадиции поспособствовал лично Пётру Порошенко. Более того, он за это получил 3 миллиона евро. Можете конкретно рассказать, каким образом он этому способствовал? Он давал команды. То есть это всё проходило под его личным контролем. Под его личным контролем и контролем главы СБУ. Порошенко лично звонил Грещуку и лично говорил «Погонайте самолет». Всё это было лично им сделано. Контролировалось лично. Вы так думаете или вы так знаете? Я знаю. К нему ходили люди. Руководитель его фракции в Верховной Раде ходил по этому вопросу к нему. И что спрашивал? Он говорил, что вот так ситуация, беспредел, что это такое. Я всё знаю. А он ходил к нему по вашей просьбе? Конечно. По просьбе моих родственников, моих адвокатов, моих друзей. Они ходили не только к Порошенко, они ходили к Куценко, они ходили, значит, это. И везде было жёсткое «нет», вопрос решён, поставлен уже, значит, это, он уедет туда. Нет? Почему? Каждому объяснялось по-разному. Надо помочь Молдавии, надо помочь, чтобы, как они объясняли, чтобы не выиграл Дадон, да? Надо показать, что кража миллиарда связана с Россией, ну, в общем, всякую такую, ну, каждому по-разному рассказывали эту историю, да? Но в любом случае, значит, во всех, во всех объяснениях Порошенко говорил, я обещал Плохотнюку, да? Да, и нам нужно с Молдавией сохранять хорошие отношения, нам нужно, чтобы там была антироссийская власть, да? Вот такие, то есть, идеологические моменты туда приплетал, ну, на самом деле. А про 3 миллионов откуда, знаете? Рассказал его близкий человек. Что он вам конкретно рассказал? Что там уплаченные деньги, что было 3 миллиона. Правда, не сказал долларов или евро. За вашу экстрадицию? Да. Его самый близкий человек. То есть, настолько у них, они вроде бы бывшие бизнес-партнеры, то есть, настолько у них просто, не знаю, сложное отношение, что надо было и заплатить при этом за вашу экстрадицию? Можно ведь было просто попросить друга? Вы же поймите правильно. Корок же тоже не идиот, да? Его вот так вот просто развести там на идеологические моменты, он прекрасно пробил, кто я. Он прекрасно понял, сколько Плохотнюк на этом заработает. Сколько активов он похитит у моих партнеров и у меня. Посчитал, это, поверьте мне, это минимальная сумма, это с огромной дружеской скидкой, которую Плохотнюк взял. На каком основании вы должны уверить? Одну секундочку. Одну секундочку. Значит, подобные вопросы, как правило, вы не проверите. Никто со свечкой не стоял при передаче. Хотя, я думаю, что это можно будет доказать. Значит, самолет первый, который приземлился в Кишиневе, да, он же не привез пассажиров. А кого он привез? Он улетел. Он прилетел в пустыню и улетел с деньгами. А потом только... Что это за самолет был? Порошенковский. И один, и второй самолет были из парка Порошенко. Этими самолетами пользовался Порошенко лично. Да? Есть номер регистрационный. Есть... На этих самолетах летал он лично. И его ближайшее окружение. Здесь это не секрет. Следствие начинает цепляться. В самолете. Взяли пилота. Кто подходил к самолету? Кто заезжал без досмотра? Да? Какие сумки были положены? Пилот куда их отнес? Это же все... Вы думаете, это можно будет поднять сейчас, спустя 3 года? Слушай, это уже следствие... Разбирают убийства, которые происходили 25 лет назад. Понимаешь? И находят.